так всем огромный привет мои дорогие хорошего вам времени суток похоже все мои видео скоро будут начинать начинаться знаете с тяжелого такого вздоха и мой блог превратиться в этот самый как его дневник дневник плохого настроения каждое видео будет начинаться с фразы мне сегодня плохое настроение давайте значит обсудим это и потом 30 минут какой-нибудь словесный лабуды короче я занималась чем к самодолгу я не пошла ну не то чтобы я вас послушал вы конечно правы просто некоторые недопоняли что и типа к третий раз собираюсь идти к этой садюги нет я же сказала что она меня по другому записал врачу потому что сама ушла в отпуск в отпуск я короче не пошла конечно никакого настроения больше желания куда-то ходить я решила вообще отложить это до марта как говорится два зуба полечили их не хватит вот что сейчас для хорошего настроения для хорошей беседы сейчас кофе кофе надо сварить и бутербродик какой-нибудь сделать сейчас попозже я этим займусь вот что я пыталась делать я пыталась выяснить чем я короче такое паническое вообще какое-то настроение самочувствие что со мной происходит почему потому что каких-то прям реально таких жестких причин нет вот личная жизнь ну все хорошо с мужем мне хорошие отношения хоть и на расстоянии мы сейчас находимся но хорошо да как бы он меня не огорчает только радость вот виза ну понятно что какие-то проволочки с этим ну дадут все равно все равно дадут нет причин не давать понятно что там много желающих короче очередь от записи все такое ну я уже рассказывала про это финансы ну хотелось бы лучше навсегда всем хочется чтобы было лучше больше ну принципе тоже нет какой-то острой нужды и все нормально что до возникает вопроса что еще чуть тебе надо чуть и будут вообще с ума сходишь чуть и надо я стала об этом думать потому что у меня такое странное состояние где-то с десятых чисел января и вот сейчас да по сегодняшний день уже это практически месяц и я вдруг пришла к выводу что у меня по всей видимости накопился бытовой стресс короче от жизни вот в этой вот от жизни в этой коробке картонной накопился бытовой стресс вот я поняла это так что это знаете был как прыщ это был как прыщ какой-то вот созревал созревал увеличился в размерах нарывал нарывал и вот его про прорвало прорвало понимаете полу и вот у меня вот это все накопилось накопилось то есть сначала это не замечала было легко как говорится стресс стресс наш невидимый враг мы не замечаем как он на нас воздействует но он рядом он накопится и в какой-то момент прорвет нас ему прорвало я и не буду рассказывать подробности сейчас не могу потому что у меня защита несанкционированная прослушка 24 часа в сутки 7 дней в неделю как вы понимаете да вот я тоже от этого страдаю потому что я тоже свидетель как бы чужой жизни такой подневольный свидетель да я как бы не хочу знать этого но мне приходится вот у меня такое ощущение что я родила вышла замуж за какой-то незнакомого человека вот и течение дня я занимаюсь воспитанием детей вот а вечером как этот какой-то незнакомый хер приходит домой и вот я с ним как бы нахожусь такой некой подневольной коммуникации да то есть я должна слышать его голос там и мысли его знать в общем вы понимаете да и мой там конечно же картонные стены картонные стены вот я думаю это я думаю это как я это выяснил как я это проверила я расскажу потом пойду гулять как-нибудь сегодня метель было кстати сегодня хотел выйти погулять с вами поболтать как раз таки ну завтра наверное выйду если метель не будет я вам расскажу потому что не могу сейчас да вы понимаете я видимо устала от этого все таки когда ты снимаешь отдельную квартиру что снимаешь чтобы жить одна а не с кем-то не с кем-то посторонний вот был такой момент что да я поняла что именно из-за этого вот сейчас чтобы как-то опять привести себя в состоянии нормально я слушала музыку первый раз за пять месяцев жизни здесь ушел достаточно громко музыку чтобы просто не слышит никого больше потому что я устала это слышать устал очень от чужих событий жизненных каких-то вот чужих незнакомых мне людей которые там общаются между собой ну я учусь вы это слышите сейчас могут я постоянно это слышу короче да еще самый самый стремный звук это вот знаете вечером по стене это когда кто-то поворачивается знаете в кровать и вот это шур-шур по стене понимаете вот сказал он сказал все вот так сказать резко ладно что еще вам поведать пыталась выйти давайте кофе я пойду заварить заварить кофе я в труселях потому что я приняла душ и я в мальчике трусель труселях мы такой стандартные мой стандартный этот лук домашний и сейчас надо надо выключить камеру иначе спалить и мои труселя когда пойду заваривать да кстати спрашивали где ариночка не переживать за речку ариночка она просто переехала в другую эту часть комнаты я купила ей лежачок очень хороший такой знаете клад не покажу я покажу распаковочку как-нибудь видео и я в instagram публиковала фото он там конечно как-то выглядит на фотке маленький но классный большой стильный красивый крак красный из плотного фетра лежак с таким плюшевым матрасиком матрас конечно жиденький можно и потолще но я туда еще шарфики такой знаете крещик и постелила короче стильно так участи и сверху там еще укрываю круче не очень нравится в этом лежаке ночью конечно со мной спит и нравится мной спать все я легла и она пришла а днем когда я не лежу в кровати она ходит от своего лежака новый там спит спит а вот так что не волнуйтесь переехал но недалеко просто туда вот за креслом там стоит лежак она там лежит поэтому она в кадре была не видно сейчас а сейчас нет кстати сейчас она в постельке там вот такой горбик есть это горбик это она под одеялочку легла у нас вышли морозики морозики от морозики сегодня нам обещали рекордное количество осадков виде снега вот короче такая ситуация сейчас кофе заварю бутербродик и мы с вами продолжим